Каждый задумывался над тем, в каком виде будет их комикс на начальной стадии. И это важно, потому что история, которая находится у нас в головах, требует какого-то воплощения, какой-то заданной формы, которая будет удобно читаться, будет понятна и приятна. Мы как раз поговорим о том, какой же формат должен быть у комикса. КОМИКС БРАТЬЯ КАК ВЫБРАТЬ ФОРМАТ ДЛЯ СВОЕГО КОМИКСА Надо громче говорить. Все? Мы записываем? Да. Всем привет, это наша рубрика КОМИКС БРАТЬЯ, и в этот раз мы хотели поговорить о формате. Вы же не против, да? Меня зовут Зиненко Игорь, я художник комикса Счастливого конца света. Меня зовут Саша Зиненко, и я писатель и сценарист комикса Счастливого конца света. Первое, с чем стоит определиться, это, конечно же, какой комикс вы хотите делать? Онлайн комикс или комикс, который будет в дальнейшем печататься? В этом, конечно же, есть разница, потому что онлайн комикс и печатная версия отличаются, в первую очередь, конечно же, по размерам. Это нужно учитывать. А во втором способе, это, конечно же, по способу оформления. Больше свободы у вас будет, если вы будете делать веб комикс, потому что в онлайн комиксах обычно форма повествования идет в форме ленты, как будто бы это какие-то соцсети, знаете, новости одна за другой идут. Тут может быть самые разнообразные способы воплощения ваших идей. Там нет ограничений по форматам, размерам и так далее, и все, куда вас заведет ваш творческий ум, все это возможно при работе в интернете. Такие комиксы, также онлайн комиксы, можно в дальнейшем и печатать, если вы предусматриваете заранее, что они рисуются сразу в большом размере. КОМИКС БРАТЬЯ А теперь о форматах печатного комикса. Также, начиная работу над комиксом, следует заранее подумать над тем, какой вы хотите делать комикс, черно-белый или цветной. Это также зависит от вашего предпочтения. Мы предпочли делать цветной комикс, потому что кажется, что на данный момент цветной комикс будет более выигрышный и будет более эффектным. Но если вы считаете, что черно-белые комиксы сейчас кажутся устаревшими, ничего подобным, потому что сейчас рисуют и черно-белые комиксы. Манга в основном как раз бывает черно-белый, некоторые комиксы, которые черно-белые, даже старые, но уже вошли в классику, раскрашиваются сейчас и опять перепродаются. Поэтому не стоит стесняться, допустим, делать черно-белый, я вас не призываю делать, конечно, черно-белый. Мы делали цветной, и мне кажется, цветной будет больше котироваться, но в России сейчас черно-белые комиксы чаще рисуют, потому что их проще и дешевле напечатать. Многие комиксы, которые впоследствии стали популярными, были черно-белыми изначально, например, комиксы черепашек или комиксы ходячих мерцезов, которые до сих пор выходят в черно-белые. На рынке комиксов вообще существует большое количество форматов, но есть и стандартный, к которому многие привыкли, размера сингла, он такой B5. Но мы, как в своем комиксе «Счастливого конца света» решили пойти чуть-чуть дальше и сделали формат А4, чтобы это было с подачей самой истории, нам хотелось больше рассказать. И чтобы на странице было больше кадров, на тот момент нам казалось, это будет правильнее всего. Но, как вы поймете, со временем, и лучше скажем вам это сейчас, не просто так, страница делится на несколько полос, чтобы это было легче рисовать. Но об этом, обо всем, конечно же, попозже мы расскажем, когда будем рассказывать о самой работе над комиксом. Если вы сразу ориентируетесь на то, что ваш комикс будет в дальнейшем печататься, то вам нужно сразу обратить внимание на то, какие печатные форматы существуют в России, если вы печататься будете в России. Ну, обычно, общепринятым стандартом, который существует, это формат комикса B5. Это такие небольшие страницы, они чуть меньше формата А4, то есть обычного листа. Также это называется американский стандарт, и они включают в себя около трех полос. Например, если взять комиксы подростка черепашек-ниндзя, изданных камильфой, напечатанных в типографии, как в этой типографии, в Петербурге, если я не ошибаюсь, тут формат где-то 25 сантиметров на 17 сантиметров. Это я не на глаз сказал, это я заранее посчитал. Можем сравнивать с обычным листом, он, конечно же, меньше листа. Почему я сравниваю с А4? Потому что мы, когда начинали делать свой комикс, мы ориентировались на формат примерно А4, но на самом деле мы искали также формат комиксного листа и нашли его для себя. И, естественно, мы хотели, чтобы этот комикс был удобен многим типографиям и издательствам. Мы не имели точного представления о том, как это делается правильно, поэтому мы, как все нормальные люди 21 века, залезли в интернет и стали искать разные форматы. Я пытался опираться на свое видение, то, сколько строк войдет в страницу, и в итоге остановились на том, что у нас сейчас есть эти 5 строк. Потому что, не знаю, с одной стороны, я пытался больше рассказать в одной странице и больше показать. И мне нравилось, как выглядят горизонтальные кадры, как в мультфильмах, в фильмах 16 на 9. И я пытался делать больше таких кадров. Но, опять же, это зависит от авторов, как они показывают, как они рассказывают. Потому что все-таки это будет ваш комикс. И вы, как рассказчик, несмотря на то, что это все-таки картинки, вы визуально рассказываете свою историю. Вы, как рассказчик, должны принимать решение, должны показывать своим образом то, как вы это видите. Как история будет выглядеть. Как рассказать ее, как ее сделать эффектнее, как заинтриговать. И как заставить так, чтобы читатель дочитал до конца и, допустим, остался в напряжении. И захотел пересмотреть ваш комикс. КОНИКС БРАТЬЯ! А теперь сравним форматы на примере. Сразу при выборе формата следует ориентироваться на то, что, когда вы рисуете страницу, обычно, рисуются 3-4 полосы. Допустим, как тут? Раз, два, три. То есть вообще на всю страницу. Бывает больше. На самом деле, 3-4 полосы. Во французских бывает больше. Давайте возьмем комикс. Рыцарь и совы. Сравним его, опять же, с аватаром. По ширине больше. По-моему, он больше и сходится с форматом А3. То есть это два листа А4. А обычно, как раз французы рисуют вручную на листах формата А3. Но этот комикс нарисован не вручную, а на компьютере. Тут тоже 3-4 полосы. Обычно раз, два, три, четыре. Для чего? Почему рисуется так мало полос? Небольшие полосы. Это делается в основном в целях экономии и в целях быстроты. У нас, в отличие от тех же комиксов, которые я вам показывал, где 3-4, тот же аватар. Здесь вообще два бывает. Два-триста, надо двумить. В принципе, все понятно, но за страницу ничего такого не происходит. Мы старались сделать так, чтобы за страницу хоть какой-то экшен был. Вот у нас тут такое происходит всякие действия. Много чего происходит за кадром и заканчивается интригой. Нам хотелось так сделать, что вам в дальнейшем хотелось перелистнуть страницу, посмотреть, что же там дальше. Вот тоже другая страница. Мы также старались сделать всякие эффектные моменты. Но мы не предусмотрели. Небольшой нюанс, то, что когда на странице много полос, у нас бывает от 4 до 5, то и работы получается больше, если здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать кадров. Когда обычно в комиксах используют, допустим, если те же динамичные сцены, там раз, два, три, четыре, четыре, шесть кадров. Возможно, проще было бы нарисовать три страницы с точки зрения того, что когда держишь комикс, приятно, когда много страниц. И кажется, комикс весомее. Мы же смотрели на это с точки зрения повествования и хотели сделать его более динамичный. Теперь вы знаете, какой комикс покупать следующим. Комикс в дальнейшем может печататься в других форматах. Что я имею в виду? Ну, допустим, мы видим комикс «Рыцарь и Савы». Он напечатан на французском языке, но если его будут печатать, допустим, в России, перепечатывать, как эти издания «Аватара», которые изначально были напечатаны на английском языке, их могут напечатать в меньшем формате, чем они в оригинале. И все равно эти страницы должны оставаться читаемы. То есть и шрифт должен быть виден, и картинки не должны быть слишком мелкие. Поэтому обычно ориентируются на меньшее количество полос, чтобы в кадрах были основные видны, основные объекты, основные персонажи, они читались, их эмоции и прочее. Делайте чуть-чуть свою страницу больше тех размеров, которые есть, потому что вам придется подгоняться. У нас даже есть комикс «Охотники за привидениями». Они изначально издавались в таком формате B5, и когда делали, видите, она такая довольно большая, увесистая книга, большая версия, и поэтому им пришлось при печати расширять и увеличивать страницы. Это, в принципе, не сильно заметно. Я не знаю, видно, не видно. Но все-таки немножко ощущается. Видите, вы должны примеряться к определенным параметрам страницы, чтобы впоследствии вы могли ее правильно подверстать под страницу печатную. При том, как вы будете отдавать ее в типографию или в издательство, там уже как договоритесь. И возвращаясь опять же к комиксам, то, что они печатаются в разных форматах, но опять же это зависит от стандартов, существующих в России. Это Illusion Studios, издательство. Но печатались они в другом месте, я думаю. Вот видите, они немножко, но все-таки отличаются по высоте и по ширине. То есть, если вы ориентируетесь на общепринятый стандарт, в дальнейшем уже можно будет подогнать подпечатную версию. Но опять же нужно иметь в виду, что ваша страница должна быть в большом разрешении, чтобы потом при печати это не смотрелось как игра Minecraft. Или как какая-нибудь игра на Дэнди, пиксельная графика, если только у вас не комикс, пиксельная графика. КОМИКС БРАКИЯ! Как выбрать формат для своего комикса? И вот это получаются такие основы, что касается формата. Для чего все-таки нужно определиться с форматом на ранней стадии. Возможно, вы подумали, что это сейчас не нужно. С этим можно определиться, когда уже будем все нарисуем, будем подготавливать к печати. Но на самом деле лучше заранее побеспокоиться о том, какой формой будет ваш дальнейший комикс, чтобы вы потом не переделывали излишнюю работу. Но какой же формат следует выбирать? Это тот, который близок к вам. Допустим, вы нашли какой-то в интернете комикс, который вас вдохновил на создание собственного комикса. Вы можете просто взять, посмотреть, какие у него параметры, создать файл такой же, допустим, в фотошопе, или если вы рисуете в Манго Студии, и там, по-моему, даже обозначены разные форматы для комиксов, которые существуют. Манго Студия, и кто не знает, это специализированная программа для создания манги и комиксов. Или расскажите о том, как вы выбрали свой формат. Для тех, кто только начинает, я думаю, это будет интересно. На этом все. До следующего раза. Привет! Привет! Это Игорь. Стой, это Саша. Уверен? Кажется, да. Хорошо. Давай еще раз. И привет! Привет! Это Игорь и Саша. Вы позвонили на наш видео-автоответчик. Нас нет дома, но вы можете оставить свои комментарии и лайки под этим видео. Да, наверное, мы в одной из наших групп в соцсетях, на сайте Амброзия. Если вам стало скучно, посмотрите другие наши видео. Спасибо! Спасибо! А теперь мы танцуем. «Ууу!» «Я, я, я, о-оу!» «Пи-и-и-и-и-я-я-я-я» «Л-ів-ри-я-я-я-я-я» «Л-в-ри-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я!»